Добрый вечер! Очередное воскресенье и с вами снова Тахли Нома, а значит есть о чем поговорить. Обычно за 7 дней успевает произойти столько, что без расстановки тематических приоритетов формировать нашу верстку невозможно. Эфир не безлимитный, а информации много, вот и выбираются акценты. И прежде всего с позиции наших с вами интересов. Скажем, построили где-то современное предприятие или оснащенный супертехнологиями центр для мониторинга ситуации в городских кварталах. Ваш первый вопрос, а что это даст мне или знакомым из соседней Махали? Итак, в отношении всех событий, хотя сегодня сложно сходу утверждать, вот это важно, а вот это нет. Тахли Нома, одной строкой о неделе. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзайёев принял заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. В этот же день, 19 января, глава государства ознакомился с презентацией о мерах по развитию общественного транспорта в городе Ташкенте. На неделе руководитель Узбекистана утвердил постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию рыбной отрасли. Постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы работы с молодежью в Махалях. Постановление о дополнительных мерах по внедрению эффективных механизмов поддержки рынка капитала. 20 января президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзайёев провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым Жамартом Такаевым. Также в этот день, 20 января, президент Узбекистана Шавкат Мирзайёев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Берда Мухаммедовым. Под председательством президента Шавката Мирзиёева 20 января состоялось видеоселекторное совещание, посвященное предстоящей в текущем году работе в сфере приватизации объектов государственной собственности. Также на неделе глава государства подписал указ о дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли Республики Узбекистан в 2022-2026 годах. Постановление о мерах по превращению интеллектуальной игры «Заковат» в массово-просветительское движение среди населения и развитию других интеллектуальных игр. 21 января руководитель нашей страны ознакомился с проводимой в городе Ташкенте созидательной работой. Шавкат Мирзиёев побывал на площадках строительства новых многофункциональных комплексов, ознакомился с возможностями ситуационного центра в столичном Хакимьяте. Также провел совещание по вопросам организации в Ташкенте системы работы в разрезе Махалей. С чего начинается город? Да что там город? Более масштабная география тоже. Скорее не с построек под знаком люк, современных дорог или вообще инфраструктуры. С адреса, казалось бы, вполне себе скромного. А вот пароли в жизни страны и каждого из нас ключевого. О Махале мы сегодня говорим чаще, чем когда-либо. Вроде бы парадокс, на дворе 21 век, а мы тянемся к древней по возрасту локации. В том-то и дело, что ее четкая система и сама идея на все времена. При правильном подходе и раскладе, конечно. На этой неделе президент Шавкат Мирзиёев, знакомясь с новостройками в столице, решающий акцент сделан именно на Махале. Столица тоже никуда без нее. Сюда ориентирована и работа территориального управления агентства по работе Махалабай. Почти в 600 махаллях приступили к своей миссии помощники хакимов и лидеры молодежи, которых президент называет реформаторами. Ответственным лицам он поручил разработать экономическое обоснование для каждой Махале. В этом году из бюджета выделят приличную сумму на улучшение инфраструктуры, предоставят кредиты и субсидии на развитие в Махаллях бизнеса. В прежней силе железная, женская и молодежная тетради, где в каждой строке говорит судьба человека. В один голос с Махаллёй, разумеется. Ташкент – город контрастов, город динамики, город, стремящийся создать максимально комфортную жизненную среду. Объединяя и самые последние тенденции планирования строительства и технологию умного цифрового управления и работу на уровне Махали – проекты сохранения, продвижения историко-культурных ценностей столетий. Так что за объекты уже в ближайшей перспективе станут яркими пазлами в градостроительной мозаике столицы. В Юнсабадском районе на пересечении проспектов Шахрисапс и Амира Тимура продолжается строительство многофункционального комплекса «Ташкент Централ Парк». Он состоит из трех 15-этажных зданий. По данной локации расположатся пятизвездочный отель, офисы, конференц-зал, магазины и рестораны. Рядом будут организованы ландшафтный парк и двухэтажный подземный паркинг. Все, отмечают авторы проекта, будут отвечать высоким критериям качества, удобства и комфорта. Под стать ритмом современной жизни. Президент в этот день детально интересовался ходом реализации данного проекта. Уже информировали главу государства, завершено возведение каркасов зданий. Теперь основа нового архитектурного решения будет, выражаясь образно, обрастать инфраструктурой, получать внутреннее содержание современных строительных материалов, технологий, архитектурных и дизайнерских идей. Глава государства поручил не только ускорить строительные работы, но и расширить спектр услуг, которые будут оказываться по этому адресу. И Ташкент-Сити все это время стремится ввысь, формируя новое, ориентированное на комфорт и интересы людей, пространство. Так вдоль улицы Алмазар возводится торговый центр Ташкент-Сити-Мол. Архитектурный размах и здесь впечатляет. Комплекс состоит из ни много ни мало от 29-этажной гостиницы, 30-этажного бизнес-центра и 4-этажного торгово-развлекательного. Их строительство идет полным ходом и, как ожидается, завершится к 2023 году. Президент открыт для диалога. С ним можно смело обсудить волнующие вопросы, если надо получить поддержку, услышать новые идеи и предложения. Так было и на этот раз. Руководитель страны встретился с инициаторами и инвесторами проекта. Прозвучало в эти минуты. Комплекс станет одним из крупнейших торговых центров в регионе. А самое главное, позволит открыть здесь и в смежных сферах порядка 10 тысяч новых рабочих мест. Словом, созданные возможности для расширения турпродукта, шоппинга, полезного и приятного досуга и многого другого придадут мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса столицы. А она, как известно, огромный живой организм, процессами роста которого отныне будет заниматься новая высокотехнологичная IT-структура, последовательно превращая Ташкент в цифровой город. Дело в том, что на территории в более чем 4 тысячи квадратных метров в шаговой доступности от городской администрации построен центр ситуационного управления проекта «Цифровой Ташкент». По сути, это новый эффективный инструмент оперативного и планового управления столицей и городской средой. Президент детально знакомится с его возможностями, ведь не раз глава государства обращал внимание на важность интеграции различных систем и баз данных для оперативной деятельности государственных и не только органов, ради интересов людей. Потому и принято постановление руководителя страны о мерах по широкому внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте. Как итог, создана платформа, объединившая более 60 информационных систем в одну. Она позволит оперативно реагировать на возникающие проблемы в управлении столицей. В зону ответственности центра, аккумулировавшего 60 серверов и 1 петабайт памяти для хранения данных, информировали руководителя страны, входит решение стратегических задач, связанных с аналитикой, планированием и финансированием, постройкой, к примеру, больниц, школ и детских садов, ремонтом дорог и уходом за инфраструктурой города. Сотрудники центра будут решать и инвестиционные задачи, связанные с долгосрочными инфраструктурными проектами по развитию Ташкента, созданием пространств для жителей, парков или новых жилых массивов. Только в самом ситуационном центре будет работать порядка 100 специалистов. Кстати, уже разработан целый ряд IT-продуктов. Их и презентовали. Специалисты Департамента цифрового развития при Хакимиате города Ташкента представили проекты, позволяющие оперативно решать задачи развития города, формирование максимально комфортной жизненной среды. Мы все знаем, что в настоящее время это век цифровизации. Все уходит в цифру, все оцифровывается. В современном мире настолько огромный поток данных, что вручную это невозможно за всем проследить. Поэтому создаются большие центры, дата-центры. Появилось новое понятие Big Data. Это наука о больших данных. Город Ташкент также не стоит на месте. Постановлению президента от 17 марта 2020 года было принято решение о создании Департамента цифрового развития при Хакимиате города Ташкента. При нем был создан ситуационный центр, в котором мы сейчас находимся. Различные процессы очень быстро протекают, и приходится оперативно принимать решения. Для того, чтобы помочь городской администрации правильно принимать решения, создали аналитическую группу, которая собирает данные с различных министерств. В настоящее время у нас больше 60 интеграций с различными министерствами и ведомствами. Мы в онлайн-режиме отслеживаем различные процессы. У нас разработана собственная биосистема, в которую агрегируются данные, и она нам показывает, какие процессы и какие риски могут возникать в городе, чтобы правильно и вовремя отреагировать на какие-либо события. Рассказали президенту о конкурентных преимуществах геоинформационной аналитической системы «Графит», позволяющей выводить на карте различного рода данные, начиная от колодцев коммуникаций и заканчивая огромными массивами земельных участков или недвижимости. Она создана по итогам аэрофотосъемки. И буквально на ходу, с помощью всего объема аккумулированных данных, можно формировать аналитические выкладки. Получаемые данные, отметил президент, помогут оптимально размещать социальные и другие объекты, выстраивать четкую стратегию развития столицы. Еще одна новация – исторический сайт «Хисташкент». «Хистри Ташкент». Он позволяет сопоставлять карты города конца 19 века с современными или же космос-снимками с расположением, к примеру, 12 исторических ворот Ташкента. Их точную локацию установили, детально поработав с архивными данными. Презентован исторический веб-портал «Эйч Ташкент», который показывает карту возрастов зданий, начиная с периода до нашей эры по настоящее время. Детально знакомясь с проектами и презентациями, в этот день президент особо отмечает – важно сделать все, чтобы сохранить нынешний облик старогородской части Ташкента, создать новый центр для туристов. Люди, посетившие данную историко-культурную локацию, должны вдохновляться увиденным. Департаментом цифрового развития Ташкента запущен и портал «Халк Назараты» и его мобильное приложение. Это система, которая должна решать несколько задач. Первая – это решать проблемы жителей, которые есть у них сейчас. Вторая задача – это вести аналитику. Вот, к примеру, вот эти вот графики красочные, что они нам показывают. Мы здесь видим, какие проблемы жителей решаются быстро, по каким идет просрочка. Эти данные для нас, они как маркер того, что по определенным проблемам жителей проблема не персонализированная, а на уровне процессов. Соответственно, мы будем эти данные использовать для изучения детальней, для того, чтобы для простых жителей создавалась комфортная жизненная среда. Подобный опыт уверен Шавкат Мерзиёев. Как и инициативу создания центра важно проецировать на регионы, а еще широко использовать IT-решения для работы по системе «Махарабай» помощниками Хакимов эффект, по мнению президента, будет налицо. Нужно максимально сократить в процессе обработки данных человеческий фактор и обеспечивать оперативность и, самое главное, справедливость принимаемых решений. Какова цель данного посещения? У каждого помощника Хакима есть планшет, все данные на нем видны. Если разработаны эти решения, учитывая критерии безопасности, внедрить в практику, полностью изменится мировоззрение участковых. Почему? Сейчас они заняты составлением ложных сводок, а мы их получением. Почему не раскрываются преступления? Потому как высока доля человеческого фактора. Когда мы внедрим опыт Ташкента в харизме, какой регион готов к этому больше? Думаю, больше всего готов Самарканд для интеграции. Но не его отдельно, а все регионы нужно подготовить и объединить. И тогда все почувствуют, что есть контроль. Хакимы областей должны приехать и изучить этот опыт. Сейчас они даже не представляют, как изменился мир. Цель проекта – создать высокоинтеллектуальную систему. Именно она позволит оперативно и качественно делать все, чтобы люди были удовлетворены жизнью. Это проект, как инъекция в реализации принципа социальной справедливости, трансформации, изменение самих государственных органов, призванных служить людям. Возможно ли этот опыт до конца года внедрить по всей республике? Конечно. Поручено широко использовать программы, позволяющие обеспечивать продовольственную безопасность, прогнозировать, к примеру, динамику цен на товары. Человек. Обеспечение его достоинства и благополучия должно лежать в основе работы всех ответственных руководителей и государственных органов. В данном помещении ситуационно-аналитического центра работает более 90 человек. Здесь распределены компьютеры, каждый по своему сектору, где актуальную информацию и аналитику каждый сотрудник на ежедневной основе вносит для анализа руководителю города, секторов Хакемиата, начальнику управления для проведения аналитики. В том числе было на базе данной статистики выявлено максимальное скопление людей, недостаток школ, недостаток детских садов, на основании чего в инвест-проекты на следующий год для строительства закладываются уже из приоритетов данных направлений, для того, чтобы социальные объекты сделать максимально в шаговой доступности для нашего населения. Руководителям была поставлена задача не останавливаться на достигнутой, но также нам отмечено приоритетных более 20 баз данных информационных систем, которые мы должны также внедрить сюда для полного и плановерного охвата и понимания текущей ситуации. В этот день одна презентация сменяла другую, причем с каждой руководитель страны знакомился не поверхностно, а досконально, уделяя им в расписанном по минутам президентском графике солидный кейс времени. Нужно, не откладывая в долгий ящик, прежде всего решать проблемы простых людей. Многие годы они были связаны, к примеру, с обеспечением природным и сжиженным газом. Работу по поручению президента кардинально переформатировали и презентовали уже запущенные цифровые проекты акционерного общества «Худут газ там и но». В сфере, как известно, поэтапно внедряются автоматизированные системы контроля учета газа, как природного, так и сжиженного. И несмотря на то, что реализация проекта «Азгук» продолжается, уже есть конкретные результаты, подтверждающие эффективность взятого курса по цифровизации отрасли. В частности, на сегодняшний день домохозяйства 67 районов и городов Узбекистана полностью охвачены автоматизированной системой контроля учета природного газа. Еще одно программное обеспечение, значительно упростившее взаимоотношения с потребителями, направлено на цифровизацию поставок сжиженного газа. Проект по разработке и повсеместному внедрению софта начался в рамках стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Раньше в истории не было такого, чтобы учет именно газобаллонов велась, и также абонентов, так как здесь очень много человеческих факторов присутствовало, такие как несвоевременная доставка, такие как сверхсумма по расчетам, такие как недораздача газов на местах, особенно труднодоступных. Президент поставил задачу по решению данного вопроса. На сегодняшний день успешно запустили систему по всех регионах, где охватили больше 3,5 миллионов уже потребительских семей. Также учет свыше 4 миллионов газобаллонов. Мы теперь имеем чип в газобаллонах, и непосредственно в режиме реал-тайм видим доставку газобаллонов, заправку газобаллонов, загрузку и отгрузку. Поступление денежных средств путем разных провайдеров, разных инструментов, независимо от времени сутки, создавая для населения удобство, комфорт, сидя где угодно, оплачивать за газ и не переплачивать за полученный продукт. Представили президенту крупные инвестиционные проекты, запланированные к реализации в столице. В их числе мастер-план Янги Хайот, проект университета Новый Узбекистан, множество предложений по развитию транспортной, социальной, коммерческой инфраструктуры, строительству современного углового фонда, возведению парковых зон и многое другое, что призвано сформировать новый современный облик мегаполиса. Преобразится, к примеру, после детально продуманной реновации, историческая улица Заркайнар, призванная стать центром притяжения гостей со всего мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По поручению президента мы разработали проект реновации улицы Заркайнар, что в старогородской части Ташкента. Мы получили первый 3D-сканер этого района и работали над каждым проектом, объектом отдельно. В процессе мы встречались и советовались с историками. Наша цель – обновить территорию, не потеряв ее исторической ценности. Здесь будут отели, кафе, магазины, но старую городскую среду мы постарались сохранить такой, какой она есть. Можно сказать с уверенностью, после реконструкции это место станет самым привлекательным для иностранных туристов в городе. Еще один проект – аквапарк. Мы взяли за основу старое неиспользуемое здание. Планируется, что объект будет работать круглый год. Это будет одно из крупнейших сооружений подобного рода в мире. Здесь будут трудоустроены 1200 человек. Кроме того, в настоящее время мы начинаем реализацию второго этапа строительства парка Новоузбекистан. И этот проект мы также представили главе государства. Здесь каждому посетителю будет предоставлена возможность провести полезный семейный отдых. Встретился руководитель страны и с председателями сходов граждан, помощниками хакимов и лидеров молодежи. Тема открытого диалога – организация системы работы в разрезе Махалей. Население Ташкента за пять лет увеличится на полмиллиона. Конечно, станет больше молодежи, решающей силы. Потому на нас лежит большая ответственность по ускорению реформ, созданию для людей достойных условий жизни. Помощники хакимов и лидеры молодежи должны стать мощными крыльями в достижении обозначенных высоких рубежей. Эта задача меня волнует особо. В выражении «два крыла» скрыт глубокий смысл. Пришло время вам спуститься на самый низовой уровень. Почему я начал с Челанзарского района? По сути, работа по системе Махалабай началась с Челанзара. Конечно, время судья. И будет справедливо сказать, чем больше его проходит, тем лучше мы совершенствуем работу. Больше людей становится уверенными в наших шагах. У граждан формируется понимание реформ, и, естественно, ежечасно растут потребности. В нынешнее непростое время, кто осуществляет уверенные шаги в завтрашний день, руководство, что делает людей удовлетворенными жизнью, государство, руководитель. И если мы это сделаем не на бумаге, а на практике, мы изменим мировоззрение, хорошо живущих людей, повысим качество жизни, семьи среднего достатка доведем до хорошего. Тем, кто остался позади, окажем поддержку, помощь. Сделаем все, чтобы они жили под стать нынешнему временем. Почему мы объявили 2022 год годом обеспечения интересов человека и развития Махали? Это первостепенные задачи, когда Махаля проявит весь свой потенциал, когда будет жить интересами людей, их проблемами. Раньше наши возможности были ограничены. Было желание, стремление, но не было возможности. Открыто, надо сказать, не было экономических возможностей. Посмотрите, на глобальном рынке наблюдается рост инфляции. При таком темпе, что будет с государством через 5, 10, 15 лет? Кто это может представить? Учитывая сей факт, мы инвестируем в человеческий интеллект, капитал, стремимся изменить мировоззрение книгами, знаниями, практическими нашими делами. Если мы сформируем уверенность в завтрашнем дне, никакая инфляция не окажет на нас влияние. Мы встречаемся с представителями Челанзара, потому как хотим подчеркнуть, что помощники Хакима и лидеры молодежи должны стать примером для других. Да, реализация данной системы коренным образом отличается в Андижане и Ташкенте. В Андижане мы найдем землю, но в Ташкенте такой земли нет. Есть многоэтажный фонд, свободных участков мало. Учитывая аккумулируемый опыт реформ, Челанзар два раза в месяц должен демонстрировать для 11 районов столицы совместно с руководителем секторов эффективность работы помощников Хакимов и лидеров молодежи. Он будет примером. Сюда должны приезжать и изучать опыт. Каждую махалю Челанзара для изучения данного опыта будут посещать представители других махалей столицы. Изучать, за счет чего растет число рабочих мест, воловой продукт, увеличивается объемы кредитов, экспорта, повышаются доходы людей. Кто будет осуществлять задуманное? Являющиеся представителями президента помощники Хакимов. Говорить, что плохо в Ташкенте легко, а сделать, чтобы было хорошо, трудно. Хватит ли у нас сил сделать все хорошо? Конечно. В стране взят курс на доведение реформ до каждого схода граждан. Так в Ташкенте организовано территориальное управление агентства по работе Махалабаи. А в 579 махалях начали деятельность помощники Хакимов и лидеры молодежи. Цитата. Представители этих двух систем, то есть помощники Хакимов и лидеры молодежи, будут реформаторами в Махале. Мы возлагаем на вас большие надежды в улучшении жизни населения, развитии предпринимательства, обучении и трудоустройстве молодежи, сказал Шахкард Мерзиёев. Ответственным лицам поручено разработать экономическое обоснование для каждой Махали, предусмотрев в нем направление развития и профессионального обучения безработных. Озвучены и реальные механизмы поддержки. Так в этом году из бюджета будет выделено 500 миллиардов сумм на улучшение инфраструктуры ташкентских махалей. Государство также предоставит 476 миллиардов сумм кредитов и субсидий на развитие бизнеса в сходах граждан. Эти средства будут направлены на решение наиболее актуальных социальных и коммунальных вопросов, а также на проекты предпринимателей по рекомендации помощников Хакимов. Хакимиату города Ташкента поручено разработать проекты для 271 Махали, в которых не запланированы инвестиционные проекты и привлечь в них инвестиции. Все с ориентиром на повышение доходов людей, решение вопросов заинтости. Кстати, за счет запуска новых промышленных проектов, почитали экономисты, можно увеличить столичный экспорт в два раза. В беседе с председателями Махалей, помощниками Хакимов и лидерами молодежи, глава государства подчеркнул, что главная их задача заключается в повышении эффективности работы, изучении ситуации в каждой семье и оказании всесторонней помощи людям, включенным в железную женскую молодежную тетради. Одним словом, в обеспечении интересов человека. Махалей, лидеры молодежи, будут заниматься досугом молодежи, решать их проблемы в Махалях, помогать реализовать их начинание. Сейчас закончилось создание системы от самого низа до самого верха. По предложению президента, по личной его инициативе, сегодня это создалось. Когда выступали молодые, и вот у них глаза горят, как они горят в своей работе. Вы знаете, как было хорошо и тепло на душе. И президент задавал им вопросы. Они вносили большие предложения, творчески подходят к этому. Они уже разбираются на местах, что хватает, что не хватает, какие проблемы. По квартирной, по домовой обход они делают. По новому они изучают, и уже подход совсем по-другому. Сами стараются на месте решать эти вопросы. И решают они эти вопросы. В ходе встречи, которая продолжалась не один час, глава государства обозначил перед нами, помощниками Хакимов и лидерами молодежи, конкретные задачи. Очень внимательно выслушал наше предложение. Мы рассказали о первых результатах, которых добились. Озвучили свои новые проекты. Эта встреча стала для нас большой мотивацией для работы с молодежью, реализации проектов обучения профессии. В настоящее время по системе Махалабая мы изучаем состояние дел на местах, условия жизни людей и все свои силы и знания сконцентрируем на то, чтобы простые люди были удовлетворены жизнью. Отмечалось, что лидерам молодежи следует постоянно искать новые возможности и работать над собой, регулярно вносить Хакимов в районов новые предложения. Так, чтобы жизнь людей стала еще более благополучной, уверенной и динамичной. Тем временем в разрезе регионов и отрасли скоро заработает программа приватизации на 2022 год. Проблем и задач в этом направлении тоже предостаточно. И все они были озвучены на прошедшем на этой неделе видеоселекторе. Шавкат Мерзиёев текущую практику рассмотрел критически. А по-другому и не получилось бы с учетом того, как обстоят дела. В распоряжении отрасли и регионов сегодня выявлено 2000 неэффективно используемых объектов. Таковы есть и на балансе областных хакимиатов. Стоят себе и не продаются годами. А за счет приватизации объектов в регионах и земель не сельхозназначения, можно до конца года обеспечить поступление кругленькой суммой более 8 триллионов. Сказано и о необходимости продолжения инвентаризации. За выявление и выставление на открытые торги непрофильных, неэффективных и неиспользуемых активов персональная ответственность возложена на хакимов областей и руководителей отрасли. По мнению президента, многие из последних все еще неэффективно используют непрофильные предприятия. В крупных отраслях госдоля в сотнях предприятиях может быть полностью передана частному сектору. Среди решений и сдача в аренду простаивающих зданий. А это снова немалые поступления. С деталями наш комментарий. Еще год назад на этом месте было заброшенное неприглядное здание. Когда-то здесь выпускали холодильники марки Сино. Объект пустовал в городе Самарканде на протяжении долгих лет. И лишь после приватизации все составные выстроились в визиную мозаику. Теперь это современное производство, радующее как внешним видом, так и содержанием. Однако сегодня подобных простаивающих и нефункционирующих адресов, имеющих непосредственное отношение к отраслям промышленности и регионам, более 2000. Говоря языком экономистов, это огромное упущение возможности наладить производство, создать рабочие места. Элементарно, сколько налоговых поступлений могло быть вместо прямых и косвенных убитков. Эти и другие цифры были озвучены в ходе инвентаризации, проведенной по поручению президента. Больше всего подобных застывших участников процесса экономического развития в нефтегазовой отрасли, системы предприятий связи, а также на балансе государственных коммерческих банков, сферы энергетики и химпрома. 170 объектов на протяжении долгих лет не находят своих хозяев и продолжают тянуть вниз балансодержателей, а именно областные хоккемиаты, приватизация и разгосударствование на современном этапе развития как никогда актуальны. Немало критики и конкретики прозвучало в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента 20 января этого года. Ряд руководителей, для которых проблематика в этом направлении имеет второстепенное значение, получили дисциплинарное вызыскание, а кое-кто был освобожден от занимаемой должности. Речь шла о том, что стоит предпринять в этом году и в будущем, чтобы так называемый баланс начал работать и приносить пользу государству и обществу. Сегодня мы должны конкретно обсудить планы по приватизации государственной собственности в разрезе планов на нынешний год. Темп реализации поставленных задач совершенно неудовлетворительный. Было внесено предложение касательно поступления в бюджет от реализации объектов государственной собственности на 10 триллионов сумм. Это очень мало. Эту цифру спокойно можно увеличить в два раза. К примеру, в различных отраслях и сферах экономики имеется порядка двух тысяч неработающих убыточных объектов государственной собственности. Это при том, что мы еще не знаем реального положения дел. Огромный объем собственности государства остается невостребованным. Почему руководители отрасли не дают предложений по реализации этих объектов? Ситуация ведь меняется. К примеру, в нефтегазовой отрасли таких объектов 210, в энергетике 28, в сфере железнодорожного транспорта и коммунального хозяйства 26, в структуре банков 114, в системе предприятий связи 152. Я жестко предупреждаю руководителей данных отраслей. Помимо этого, на балансе областных хакемиатов находится более 170 объектов, которые попросту не реализуются. К примеру, в Кашкадаре 37, в республике Каракалпакстан и Самарканди 14, или, скажем, в Харизамской области было продано госсобственности на 26 миллиардов суммов, а в Сардаринской области всего на 6 миллиардов суммов. Потому в связи с недолжной организацией работы по разгосударствлению и приватизации объявляю хакимам Харизамской и Сардаринской областей Ирманову и Мирзаев выговор. Также, пустившего на самотек работу по трансформации и приватизации собственности председателя правления Ассоциации Узагросервис Хаитова уволить с работы. Должна быть жесткая дисциплина. Время требует от нас иных действий. Люди живут в ожидании нового Узбекистана. Почему пять лет назад никто ничего не приватизировал? Потому что приватизировать некому было. Приобретали только те, кто приезжал из-за рубежа. Сегодня же предприниматели имеют средства. Почему руководители хакимятов не работают с ними? Что, неужели трудно найти двоих-троих кандидатов на участие в тендере? Можно же организовать весь процесс прозрачности? Руководители на местах до сих пор думают, что это их собственность. Мы сейчас хотим выделить на развитие школ порядка одного триллиона суммов. И завтра сэкономленный за счет тендеров даже один миллиард суммов я направлю на развитие школьного образования. Потому что образование не на должном уровне. Мне нужно качество образования. Отныне по вопросам реализации объектов, не работающих, убыточных, находящихся на балансе отраслей хакимятов, будут отвечать сами руководители отраслевого и регионального значения. По этим критериям я буду оценивать их деятельность. Была поставлена задача повысить результативность от приватизации в два раза уже в этом году. За счет чего этого можно добиться? По каким направлениям предстоит двигаться? Уделено внимание на проведение полномасштабной регулярной инвентаризации во всех государственных предприятиях, хозяйственных обществах с участием государства. Выявлено более двух тысяч активов должны быть выставлены на публичные торги до 1 июля этого года. И еще с учетом дополнительной инвентаризации до конца года мы должны еще более двух тысяч активов, низкорентабельных, безперспективных активов выявить и выставить на публичные торги. Отдельное внимание было уделено на приватизацию крупных активов. В данной сфере будут продолжены меры по привлечению консультантов, консалтинговых компаний для разработки стратегии приватизации крупных хозяйственных объединений. Руководителям отраслевых объединений и хокемам всех уровней областей, городов и районов была поставлена задача по выявлению пустующих и низкоэффективных активов в своих структурах выставить на публичные торги. В тех же махалях немало простаивающих и нефункционирующих объектов. В этом плане ответы на вопросы предстоит искать вместе с представителями нового действенного и поистине народного механизма помощниками хокемов. Еще одно направление по ускорению процессов приватизации пустующих земельных участков и бездействующих государственных активов в махалях – это их выявление через нового института помощников хокемов в махалях. Если помощники хокема найдут какие-то пустующие площади и через онлайн-систему передадут информацию агентству госактивов, агентство с получением соответствующих разрешений без принятия решений хокемов на районах, на местах, напрямую будет выставлять эти пустующие земельные участки и государственные активы на онлайн-аукционные торги. Это существенно ускорит процесс приватизации. Обретение собственника на бездействовавшем объекте дает в первую очередь экономический эффект. Идет развитие предпринимательства, в то же время решаются вопросы социального характера, трудоустраиваются люди, пополняется местный бюджет. Скажем, лишь за счет приватизации региональных объектов и земель не сельскохозяйственного назначения до конца года можно обеспечить поступление на 8 триллионов сомов. В этой связи во время совещания была отмечена необходимость активизации процесса инвентаризации. Тем более, что отныне на выявление неэффективных пустующих активов и их реализацию на открытых торгах непосредственно ответственность несут хокемы области и руководители отраслевого значения. В прошлом году за счет продажи 34 объектов с госактивами удалось обеспечить бюджетные поступления свыше 2 триллионов сомов, а также из крупных объектов козелком цемента, выпускающей строматериалы. За счет его приватизации, где доля государства составила 85%, удалось направить в бюджет еще 1 триллион 900 миллионов сомов. Осуществив анализ, мы составили план на этот год. Хотим вывести на торги 116 объектов с госдолей и за счет этого реализовать еще 250 миллиардов сумм в бюджетных средств. А также планируется сдача в аренду свыше 1300 объектов. Главная цель – это не только обеспечить бюджетные поступления, но и найти этим активом собственников, которые будут развивать эти предприятия и создавать рабочие места, что в свою очередь отразится на благополучии жителей. Разговор коснулся тех предприятий, которые требуют особого подхода перед выставлением на продажу. Таковых имеющих отношение к отраслям нефтегазовой промышленности, энергетике, автомобилестроения, транспорта и дорожного строительства – 266. Нельзя не сказать о том, что многие неэффективные мощности, находящиеся на балансе отраслевых направлений промышленности, имеют иной, нежели основной вид специализации. Приватизация непрофильных активов позволит существенно повысить результативность всего процесса разгосударствления. В ходе заседания глава государства особо отметил, что уже сегодня можно полностью передать госдоле в 480 предприятиях крупных отраслей экономики в частному сектору. Правительству было поручено провести более полную инвентаризацию объектов, входящих в структуру из автопрома, узбекских железных дорог, территориальных электросетей и внести конкретные предложения по их приватизации. Сегодня все стремительно меняется, особенно конъюнктура, когда предпочтений и спрос требуют постоянного изучения и удовлетворения. Потому пришло время привлечь потенциальных инвесторов, способных активизировать производственный цикл и иначе выстроить маркетинговую стратегию. Это касается таких предприятий, как Фергана Азот, Бехтемирский спиртовый завод, Хакант Бехим, Дехканабадский калийный завод, гостиничный комплекс Хаят. Какие перспективные планы по развитию были разработаны и предложены уже после введения селекторного совещания? Акционерное общество АУСКИМЕСОНАТ в настоящее время реализует приватизацию двух крупных акционерных обществ. Это Фергана Азот и Дехканабадский калийный завод. Для этого были привлечены международные компании. Это компания Деллойт и КПМГ. Они будут делать оценку акций Фергана Азот и Дехканабадского калийного завода. А также будут готовить процедуру и документы для приватизации, чтобы привлечь инвесторов. И до конца года поставлена задача приватизировать акции пакетов этих двух акционерных обществ. Для Дехканабадского калийного завода сейчас привлекается международная компания для оценки по стандартам ДжОРК. Это месторождение Тубигатан, где надо будет провести международную оценку. Это повысит привлекательность активов акционерного общества Дехканабадского калийного завода. Напомним, что только полноценный владелец способен не просто приватизировать, а наладить производство. Создать рабочие места, выпускать продукцию, способную конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Скажем, в прошлом году в Самаркандской области продано 50 объектов на 71 миллиарда шумов. При этом за последние 10 лет приватизировано госсобственности на 112 миллиарда шумов. То есть две трети показателей приходится на 2021 год. Прежнее предприятие по выпуску бытовой техники испытывало экономические трудности. Мы приватизировали предприятие с целью привлечь инвестиции. Здесь была осуществлена большая работа. Произведен ремонт, привезено современное оборудование. В прошлом году мы выпускали 4 вида товаров. В эти дни будет налажено производство еще двух видов бытовой техники. За счет реализации инвестиций хотим повысить производство в 4 раза. Сейчас у нас трудится 100 человек, но после хотим организовать дополнительные смены. Благодаря этому штат работников увеличится до 300 человек. До конца года повысим этот показатель до 1200 человек. Продукцию поставляем на рынке Центральной Азии. В дальнейшем хотим расширить географию экспорта. Конечно, возможностей в этом сегменте еще предостаточно. Потому что в этом году планируется за счет приватизации, реализации земельных участков через аукцион и передачи собственности в аренду. За счет этого планируется пополнить местные бюджеты на 419 миллиардов суммов. В Бухарской области в прошлом году продано 23 пакета активов на 32 миллиарда суммов. Во время видеоселекторного совещания перед данным регионом поставлена задача реализовать активы государственной собственности, земли не сельскохозяйственного назначения и передать в аренду объекты на 670 миллиардов суммов. Ведь эти средства можно направить на строительство новых школ, детских садов, поликлиник. А это непосредственно отражает интересы человека, идет в унисон такими понятиями, как достоинство и качество жизни. В этом году в целях серьезной активизации процесса разгосударствования предстоит вывести на фондовый рынок на первичную продажу пакета акций 23 акционерных обществ. Еще один важный аспект – это передача в аренду пустующих и неэффективных зданий и объектов, находящихся в балансе министерств и ведомств. И государственных предприятий. Этот механизм также будет пересмотрен с точки зрения обеспечения прозрачности и необходимости проведения открытых электронных торгов. Отдельное направление считается эффективное использование государственных активов путем их сдачи в аренду. В 2022 году агентство по управлению госактивом совместно с другими государственными хозяйственными объединениями должно обеспечить передачу в аренду более 15 тысяч активов в первые половины года и до конца года более 22 тысяч пустующих государственных активов. При этом система сдачи в аренду будет полностью в онлайн формате. Мониторинг над этим процессом будет вести агентство по управлению госактивами. В 2022 году только за счет передачи в аренду госсобственности отраслевого и регионального значения будет обеспечено поступление на 500 миллиардов суммов. Тем более, что теперь объект, простаивающий более трех месяцев, должен быть передан в аренду или выставлен на продажу. В целом по каждому региону будут работать программы по приватизации, развитию отрасли и территории. Понятно, что наличие столь нерентабельной собственности тянет вниз и тормозит развитие. А ведь есть предприимчивые люди, способные в корне изменить ситуацию. Главное обеспечить им свободный и прозрачный доступ к объектам. Президентские школы. Быть учеником здесь – это и большой престиж, и огромная ответственность. Находясь в стенах президентской школы, человек невольно подтягивается и чувствует желание быть здесь отличником. Поскольку здесь совершенно иные условия. Точнее, те, какие должны быть. На основе лучших зарубежных образовательных стандартов. Будь это изучение математики, химии, физики, иностранных языков или же информационных технологий. По сути, это шаги по формированию настоящих личностей. Патриотов Родины, строителей Третьего Ренессанса. И это не громкие слова. С этим согласны и десятки зарубежных вузов, куда на основе гранта на учебу поступают выпускники этих школ. Не много, не мало. Это 16,5 миллионов долларов, которые будут потрачены на их обучение в престижных зарубежных вузах, входящих в ТОП-300. И это только начало. На этой неделе глава государства провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам повышения качества образования и воспитания в школах. Совершенствование деятельности специализированных школ. Тема очень важная, поскольку именно с порога школы начинается новый Узбекистан. И теперь в каждом районе страны появятся специализированные школы имени Мухаммада Аль-Хоразми, Абу-Али-Ибн-Сино и Мирзо-Улукбека. Ну а в перспективе эти стандарты обучения мы хотим видеть абсолютно во всех школах. Итак, что в итоге нам гарантирует прорывные идеи в образовании? Говорят, в школе будущего нет места привычным нам атрибутам. Ручки, тетради, доска, мел – все это останется в прошлом. А что особенно обрадует детишек – никаких домашек. Ведь изменятся сами основы. Уроки, к примеру, будут проходить как клуб единомышленников в атмосфере максимальной свободы и творчества. Без излишней зубрежки, обязаловки, нервов и волнений. Как говорил один из мудрых древних философов Гераклит, «Все течет, все меняется. Мир, технологии развиваются. Соответственно, ставятся все новые задачи перед образованием. Реализация эффективной молодежной политики, поддержка педагогов, укрепление материально-технической базы школ – все эти вопросы были в особом приоритете в последние пять лет для нашей страны. Но анализ показал, что еще остаются вопросы, требующие пристального внимания. Президент Шавкат Мирзиёев 17 января провел видеоселекторное совещание по вопросам повышения качества образования и воспитания в школах, совершенствования деятельности специализированных школ. Здесь стоит отметить, что когда только стартовал большой масштаб работ по организации строительства президентских школ, глава государства отмечал, что они должны стать моделью для других учреждений и в целом драйвером изменений в системе образования. Что и происходит. В обществе усилился интерес к науке. Все больше и больше родителей стремятся дать своим детям качественное образование. Самая большая задача – мы должны обсудить приоритетные задачи коренного повышения качества образования и воспитания в школах. В Министерстве народного образования новый руководитель. Создали агентство президентских образовательных учреждений. Школы на местах. На сегодняшний день в системе народного образования количество специализированных школ достигло 790. Из них 207 специализируются на изучении иностранных языков, 126 на математике и физике, 99 на IT-технологиях и 87 на химии и биологии. И только 135 из этих школ полностью специализированы и обладают статусом интерната. Обучаются в них 44 тысячи учащихся. В остальных 655 школах 25% обучаются углубленно под тем или иным предметом только в классах. И теперь возникает вопрос. Если специализированная школа означает обучение только в классах, то кого мы обманываем? В Ташкентской области 9% в 53 школах. В Джизаке 13% в 94 школах организовано по одному классу. В Самарканде 18% в 55 школах. В Сардаре 19% в 23 специализированных классах. Наряду с этим в 655 специализированных школах образовательная программа, учебники, методика обучения, кружки по предметам практически не отличаются от обычных школ. Это говорит о том, что ничего не сделано, и мы просто обманываем самих себя. К примеру, уроки в классах с математическим и иноязычным уклоном на два часа больше, чем в обычных. Никаких других отличий нет. Нам необходимо глубоко осознать одну задачу. В прошлый раз на совещании мы говорили о том, что будем осуществлять экспорт на 15 миллиардов долларов. Говорили о том, что разработаем программу локализации на 36,6 триллионов сумм. Вы должны понять, что до 2025 года в ВВП страны мы планируем довести до 100 миллиардов долларов и увеличить объем экспортов более чем на 30 миллиардов долларов. Кто будет этим заниматься? Что для этого нам нужно прежде всего? Прежде всего, нужно воспитывать патриотичное молодое поколение, отвечающее требованиям времени, вооруженное необходимыми знаниями, обладающее логическим мышлением и лидерскими качествами. Поэтому Хакима областей должны лично заниматься этой работой, развитием системы образования, особенно в специализированных школах. Если мы не изменим народное образование, то никогда не сможем реализовать поставленные цели. Потому в первую очередь, начиная с нового учебного года, по две специализированные школы в областных центрах, больших городах и районах, по одной школе в районах и городах, будут переведены с Министерства народного образования в ведение агентства президентских образовательных учреждений. Теперь Хакимы должны сказать, в каком районе, в каком городе, какая школа будет переведена. Это знают Хаким района, Хаким области, Хаким города. При этом школы должны специализироваться, исходя из развитости промышленности и сельского хозяйства, в районах и городах, традиционно сельных дисциплин, которым обучают в этих регионах. В целом, специализированные школы должны осуществлять деятельность по образованию, обучению и практике в рамках единого кластера. Во-вторых, в ходе образовательно-воспитательного процесса в специализированных школах мы должны обучать национальному духу и идеям патриотизма. Необходимо, чтобы они поверили в это. Наряду с освоением предметов мы должны воспитывать школьников личностями, обладающими собственным мнением, глубоко осознающими условия, которые создаются для молодежи. В-третьих, руководители и педагогические кадры для специализированных школ будут отбираться на основе конкурса, и им будет выплачиваться надбавка. В-четвертых, для эффективной организации данной работы должна быть в регионах команда агентства президентских образовательных учреждений. В целом, реализация этих инициатив от всех нас требует огромной ответственности. Вся проводимая работа в данном направлении преследует единую цель – вырастить достойные кадры, которые станут опорой для разведения Узбекистана в будущем. Действительно, от современной и главной качественной реализации всех поставленных задач зависит, по сути, будущее страны. Во время совещания были поставлены ряд важных задач, в том числе по коренному совершенствованию таких процессов, как набор учеников специализированной школы, также развития и совершенствования учебно-методологической литературы, а также их межуродной сертификации. Также было уделено важное внимание процессу отбора преподавателей с наличием межуродного сертификата, а также оказание содействия им в получении таковых межуродных сертификатов. Было отмечено, что необходимо создавать учебные процессы, которые ориентированы на практику, чтобы выпускники специализированных школ могли применять свои знания, полученные в школе, именно на производстве, на практике. Исходя из задач, поставленных главой государства, планируется пересмотр образовательных программ, в том числе в учебно-методологической части. Также будет пересмотрен вопрос преподавания и более углубленного формирования знаний, точных наук, профильных знаний. Учитель – профессия трудная, с этим не поспоришь. Ведь чтобы научить детей чему-то, нужно иметь горы терпения, умение находить подход к каждому и, конечно, любить по-настоящему. Это призвание, как говорится. Но, к сожалению, не все преподаватели могут похвастаться тем, что вкладываются в школьные уроки на все сто. И поэтому задача поставлена конкретно. Предстоит с применением современных подходов проработать новые эффективные механизмы повышения квалификации педагогов и формирования кадрового резерва. Сейчас уже новое время, новое мышление, новые дети. Естественно, любой педагог, он должен работать над собой, иметь, естественно, сертификаты международного уровня, знать и работать каждый день над собой для того, чтобы передать свои знания детям. Наша школа в прошлом году по указу президента о популяризации и совершенствовании иностранных языков была продолжена работа. За этот год очень многое сделано правительством для именно наших школ. Мы получили новое оборудование, получили интерактивные доски. Специализированная школа, как говорит президент, должна дать именно тех детей, творческих, одаренных детей, и дать им толчок, чтобы они в дальнейшем вот эта вот мощь, эта сила, которую дети получат со своими знаниями, они могли бы платить во благо нашей Родины. Глава государства не раз говорил о том, что президентские школы – это прежде всего модель для других общеобразовательных учреждений. Время пришло. Принято решение специализированной школы поэтапно передать в ведение агентства президентских образовательных учреждений, что в итоге позволит чрезвычайно высоко поднять планку образования по всей стране. Так какие же изменения нас ждут на практике? Мы ожидаем, что обучение в них будет проводиться, вестись по тем же высоким стандартам, которые сейчас приняты в президентских школах. Это локомотив, это первый шаг. Разумеется, уже хорошо, что в Кашкенте и в областных центрах у нас есть президентские школы, но их недостаточно. Во время отбора, я сам знаю, среди моих знакомых, дети, которых готовили довольно долго, не прошли конкурсный отбор. Почему? Потому что конкурс был очень жесткий. На одно место, по-моему, до сотни претендентов было. Это говорит о том, что потребность в таких школах, в хороших школах, очень высока. Президентские школы – это образец. То есть они установили планку и общую схему, как нужно учить детей. И схема эта взята с самых лучших образовательных учреждений. Специализированные школы, к примеру, как школа имени Аль-Харазми, которая специализируется на изучении IT-технологий, она может стать локомотивом для школ, которые будут передать систему агентства президентских образовательных учреждений, специализирующихся на обучении именно IT. После видеоселекторного совещания я был очень рад. Причина этому – то, что будут разрешены вопросы, которые не решались годами. В частности, не было общежитий. Как выпускник специализированной школы могу сказать, что важно занимать время учеников и создавать среду для эффективного обучения. Также хотелось бы отметить, что меня очень обрадовало открытие президентской школы в нашем городе. Сам факт того, что точные и естественные науки преподаются на английском языке означают, что Узбекистан готовит конкурентноспособных кадров, соответствующих мировым стандартам. Мы намерены воспитать действительно умную молодежь для нашей страны, и в этом огромную роль будет играть передача нашей школы агентству президентских образовательных учреждений. Говоря о планах, в перспективе долгосрочной ВВП вырастет до 100 миллиардов долларов, а объем экспорта до 30 миллиардов. Амбициозно – да. Достижимо – да. И ставка в этом процессе на подрастающее поколение, на их знание и научный потенциал. Задачи амбициозные. Без науки движения не будет. Без науки движения не будет. Особенно это стало ясно в период пандемии. Мы всегда знали, что у нас есть биологи, у нас есть медицина хорошая. Но когда мы столкнулись с этой проблемой, стало абсолютно очевидно, что наши знания недостаточны. Эти два года были периодом становления. Очень быстрого становления этой области, области молекулярной биологии и области молекулярной медицины. Сейчас уже мы производим вакцины. Сейчас есть и база, и научная база, и производственная база. Нужны люди, которые знают, о чем речь. Знают язык науки, современной науки. В период пандемии особенно стало ясно, что без развития информационных технологий развития не будет. И в этом направлении сделан огромный шаг. Вы знаете, IT-парк сейчас появился. У нас в Ташкенте построен большой IT-парк. Хороший технологический парк здесь, в Узгородке, был построен. Во всех областях сейчас открываются IT-парки. И для молодежи это огромный шанс. Сейчас, вы знаете, Индия поставляет IT-специалистов по всему миру. Завтра Узбекистан будет основным поставщиком. Я уверен. Немного статистики. К этому дню в системе народного образования 790 специализированных школ. 135 из них полностью специализированы и имеют статус интерната. В остальных 655 углубленное преподавание методов организовано только в отдельных классах. Но, как это бывает на практике, количество не значит качество. Некоторые школы только на бумагах участвуют, чувствуются. Это принцип специализированных школ, это совсем другой. Там ребята, которые выбрались какой-то определенный предмет, например, математика или физика, они должны с этим жить. Школа должна превращаться в площадь обсуждения вот таких результатов, мировых результатов. Изучение передового опыта развитых государств, адаптация его к национальной практике, внедрение лучшего для наших детей – важнейшие цели. Для их достижения поставлена задача на базе Центра педагогического мастерства и международной оценки организовать отдельный научный центр. В его компетенциях как раз и будет разработка на основе международной методики передовых образовательных программ для специализированных школ. По итогам совещания агентству переданы 220 специализированных школ, в которой уже в этом году будет произведен набор учащихся. Дети в этих школах будут обучаться и оцениваться по новым специализированным программам, разработанным совместно с международными образовательными организациями. Перед центром ставятся большие задачи по отбору в эти школы действительно талантливых детей и обеспечить их высококлассными педагогами, которые смогут реализовать задачи, поставленные перед нами государством. Ведь только квалифицированные педагоги могут обеспечить качественное образование и воспитать творческих, критически мыслящих детей с лидерскими качествами. Решение революционное, включая и тот факт, что в областных центрах две, в городах и районах по одной специализированной школе полностью повторят условия президентских. Конечно, у многих есть вопросы. Например, как будет проходить отбор, какие требования к преподавателям и учащимся, как и каким дисциплинам будут обучаться дети. Все ответы в нашем следующем комментарии. Одна из важнейших задач, поставленных президентом, чтобы прогресс в образовании охватил всю республику одинаково. Начиная с нового учебного года, по две специализированные школы в областных центрах, в больших городах и районах, по одной школе в районах и городах будут переведены с Министерства народного образования в ведение агентства президентских образовательных учреждений. Это, в свою очередь, обеспечит широкий охват учащихся. Ведь даже в самых отдаленных уголках нашей страны есть одаренная молодежь, у которой нет возможности использовать весь свой потенциал. А специализированные школы – это большой шанс в полной мере проявить себя. Количество желающих поступить в президентские школы очень много. Однако в этом году президентская школа Айн-Джанской области приняла всего 144 ученика. Что насчет остальных? Остальные также нуждаются в таких школах для получения качественного образования. Со следующего учебного года планируется открыть по одному, а в областных центрах по две специализированных школ. Это сыграет ключевую роль в получении местной молодежи образования соответствующего мировым стандартам. Все идеи, высказанные нашим президентом, обязательно принесут свои плоды в будущем. Я наблюдала за этим селектором как мать с большим волнением. Теперь в специализированных школах создадут такие же условия, как в президентских. Открытие по две специализированных школ не только в Хорезме, но и во всех областях страны приведет к более широкому охвату учащихся. Тем самым у наших детей и внуков появится возможность получить качественное образование, точно так же, как и в президентских школах. Этих изменений с нетерпением ждали жители нашей области. Как родители будущего поколения, от которых будет зависеть судьба нового Узбекистана, мы с гордостью поддерживаем идеи нашего президента. В свою очередь с переходом специализированных школ в ведение агентства президентских образовательных учреждений. Первым делом потребуется эффективно организовать работу в данном направлении. Территориальное отделение агентства республики Каракалпахстан и областях проработают четкие планы и обеспечат контроль за их реализацией. В нашей стране функционировали по одной президентской школе в 14 регионах. Однако теперь в каждом областном центре и даже в труднодоступных местах будут организованы специализированные школы. В особенности эта новость обрадовала жителей отдаленных местностей. Ведь на самом деле в нашей стране очень много одаренных и талантливых детей, которым нужна была эта возможность для того, чтобы полностью проявить свои способности в науке и творчестве. Теперь в специализированных школах будут открыты кружки углубленного изучения предметов. На примере английского языка можно сказать, что 3-4 часа в неделю недостаточно. Для полного его усвоения нужно создать среду, где можно будет закрепить полученные знания на практике. В специализированных школах будет акцентироваться внимание именно на эти аспекты. Вот вам еще одна немаловажная деталь. Сейчас на фоне открытости и конструктивной внешней политики современного Узбекистана, на фоне глобализации, когда стираются границы, на первый план выходит умение вести диалог, выстраивать отношения, вести крепкую линию национальных интересов. И, конечно, в этих вопросах особо значимо знание иностранных языков. А еще кадры сами гораздо более востребованы, и работа у них высокооплачиваемая, когда они мультилингвистичны. То есть за расширением и углублением школьных языковых программ также стоят взвешенные акценты на перспективу. В нашей школе ведется углубленное изучение английского языка. И сейчас президент задает вопрос, все ли дети, закончив, изучая с 1 по 11 класс иностранные языки, свободно говорят на английском, что в последнее время очень много недостатков есть в работе специализированных школ. И, конечно же, если по указу президента, который был принят в прошлом году, и вот сейчас по видеоселектору совещания те задания, которые и задачи ставит перед нами президент, то, конечно же, президентская школа, и если специализированные школы будут применять опыт работы президентской школы, то это улучшит качество образования, это даст больше возможностей для детей. И, естественно, учителя должны будут работать над собой, чтобы дети могли применить свои силы, свои знания в дальнейшем для блага Родины. Одна из невероятных особенностей учеников и народа Узбекистана – это очень сильные языковые навыки. Я действительно восхищаюсь тем, что здесь обучают нескольким языкам в школе. Это так полезно во многих отношениях, в том числе это влияет на перспективы их трудоустройства в будущем. Возвращаясь к теме президентских школ, уже сейчас делается огромный упор на изучение передовой мировой практики, при этом работают с детьми по новейшим методикам носителей языков. И в скором времени данная практика будет внедрена во всех специализированных школах Узбекистана. Я профессор химии в Университете Узбекистана с октября прошлого года. У нас около 150-180 студентов, из них 50 поступили из президентских школ, порядка 10 из специализированных, а остальные из общеобразовательных школ. Занятия ведутся на английском языке. Все предметы были разработаны в сотрудничестве с университетами Германии, особенно с техническим университетом в Мюнхене, откуда я приехал, и с Массачусетским технологическим институтом в США. Совместно подготовлены учебные программы для всех четырех лет. Сейчас у нас есть три разные программы для инженеров-программистов, инженеров-химиков и инженеров-механиков. Таким образом, я могу сказать, что по нашему опыту, что шаги здесь проделаны большие в сфере образования. Мне очень импонируют системы президентских школ. Мы посетили одну в Ташкенте, увидели новое здание, современную лабораторию, кабинеты химии. Студенты там имеют хорошую специализацию и очень высокую подготовку. Одна из замечательных особенностей кембриджской международной учебной программы, которая действует здесь, в президентской школе, заключается в том, что она спиральная. Информация, предоставляемая студентам, будет повторно даваться через определенный промежуток времени. Характерной особенностью этого способа является то, что студенты не выпускают из поля зрения исходную тему, и в то же время постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний. Также наша система отличается от предыдущих тем, что вместо заучивания информации акцент делается на развитие критического мышления. Это замечательная возможность вывести образовательную систему Узбекистана на новый уровень, так как кембриджская международная учебная программа подразумевает действительно сильную исследовательскую базу методов обучения. К тому же внедрение опыта обучения президентских школ, специализированные школы, может способствовать укреплению чувства общности как между учителями, так и учениками. Конечно, невозможно что-то бездумно скопировать. Так об эффективности и речи не будет. В процессе привлечения передовых практик учитывается и наш собственный опыт, и особенности, и законодательство, и менталитет. И по итогу ученики не только получают глубокие знания по профильным предметам, но также воспитываются в духе высокого национального сознания и чувства патриотизма. Ведь наша земля была колыбелью великих ученых, мыслителей и государственных деятелей. Инициативой президента были открыты президентские, творческие и специализированные школы с самой современной методикой преподавания, которая способствует раскрытию талантов учеников. Поставлены задачи поднять систему образования на абсолютно новый уровень, вместе с тем увеличить количество специализированных школ, перенять опыт и программу президентских школ в специализированные, а в дальнейшем и в общеобразовательные школы. Вместе с этим нужно обратить внимание на самое важное. Воспитать в растущем поколении дух патриотизма, гуманность, любовь к истории своей страны и ее культуре. Без воспитания в человеке данных качеств невозможно достичь великих целей и задач, поставленных государством. Знания молодежи и их новаторские идеи и изобретения напрямую связаны с судьбой страны. В связи с этим специализированные школы вместе с агентством президентских общеобразовательных учреждений разработают новую программу, нацеленную на просветительское воспитание учеников. Понятное дело, что предстоящая работа трудоемкая, но в то же время и амбициозная. И такой спектр задач не под силу одному ведомству. Для достижения поставленных целей важен комплексный подход. Участие не только министерств и профильного агентства, но всей общественности – Махалия, Хакимятов, научного сообщества. В настоящее время президент поставил очень трудные задачи. Основную ставку дает он на молодежь. Молодежь сегодня действительно требовательный, действительно умный, действительно перед собой поставил какую-то задачу, он выполняет всегда. Своими идеями президент организовал, на сегодня функционируют президентские школы. В президентских школах отобраны самые сильные, со знаниями. Поэтому на этом совещании поднял вопрос, нужно подтянуть отстающих. Различные школы, которые отстают, предложили закрепить за президентскими школами, чтобы идея президентских школ перечел на отстающих. И подтянуть их, чтобы молодежь была надежным защитником Родины. Для этого нужно настаивать, должен быть достойчивость, и тогда успех будет всегда с нами рядом. Самым важным драйвером реализации станет интерес и стремление молодых людей и поддержка их родных. Важно понимать, совместные усилия по созданию уникальной, эффективной национальной модели получения школьниками качественного образования – это как инвестиции в бизнесе. Отдача будет в разы выше вложений, ведь в итоге появятся целые поколения новой формации, не боящиеся строить планы, идти к цели, знающие мировые тенденции и любящие свою страну. Поколение тех, кто примет эстафету реформ и свержений нового Узбекистана. Век живи, век учись. Бессмертная классика и отличная идея. А еще лучше, если стартовые годы познаний пройдут в стенах достойных учреждений. Это была программа Тагльнома. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин